14 мастеров и 51 кандидат в мастера спорта стали участниками 22 мемориала Анатолия Хмелева и Николая Анохина. Престижный всероссийский турнир под дзюдо прошел с 29 ноября по 2 декабря в центре олимпийской подготовки «Авангард». Уже 22-й год на Омской земле проходит данный турнир. Сегодня у нас не только возрастает ежегодно, ежедневно, ежедневно возрастает конкуренция между участниками соревнований, но и растет конкуренция среди субъектов Российской Федерации, которые могут достойно принимать и проводить подобные всероссийские турниры. За историю проведения борцовские соревнования в Омске превратились в славную традицию, которая с каждым годом становится все крепче. За минувшее время участниками турнира памяти Хмелева и Анохина становились многие именитые атлеты из различных регионов Урала, Сибири, Дальнего Востока, зарубежных государств. На Омском татаме первые шаги к вершинам спортивной славы сделали многие победители, призеры всероссийских и международных соревнований. 22-й турнир, наверное, 15-й на 17-й я боролся, с 9-го класса начинаю. Сейчас 35 лет. Для чего мне это надо? Чтобы держать школу, составить конкуренцию. И чтобы во всех весах были мастера спорта. Но как дался турнир, подготовка была к чемпионату мира по борьбе Казаша-Курыша. Был я там пятым месяц назад. И немножко патни, потому что проиграл в призы не вошел. И буквально последние две недели, полторы, начал тренироваться потихоньку с молодежью. Решил поботься чисто для себя. И не в своей весовой категории, не 81. Два килограмма лишнего было, не хотелось гонить. Записался в 90-х. Очень тяжело, тяжелые участники. На 7 на 8 килограмм тяжелее. Поэтому приходилось именно хитростью, опытом. Не так много турниров хороших. И раньше вообще здесь всегда было много участников. Приезжали. Он был как международный. Там и Казахстан приезжал, и Узбекистан, и Макголия. Традиции надо чтить. В этом году приятно порадовали омские дзюдоисты, выиграв 8 медалей, в том числе 3 золотые. Отличным для мячей получился и командный турнир. В ходе кругового соревнования первая сборная Омской области смогла победить всех своих соперников и стать чемпионом. Второе место заняла сборная Кемеровской области. Третье – Омск-2. Третье – Омск-2.